доброе утро сегодня что-то я вообще аж без 15 6 стал проснулся включил полив на улице полив газона вернулся домой опубликовал видео сейчас для всех кто не знает первыми видео выходят яндекс день и только потом уже на следующий день выходят на ютюбе поэтому закинул видосик на яндекс джен она сейчас обрабатывается там хорошем качестве и первыми вы его увидите на конце и пошел с лисичкой гулять жопка сейчас хорошо сейчас не жарко не кости и вообще станка плюс 20 суперская погода идем гуляем сколько 27 сейчас и вот ребятушки дела на сегодня в планы следующие сегодня мы поедем в анапу а именно суков какой собаки лиса нельзя лиса ко мне ты еще гусите за жопу потом лечить так вот мы поедем в анапу пойдем шуков елки hills пригласили поедем посмотрим что это такое что это за елки хилл мама там уже было а мы поедем первый раз такие вот у нас планы на сегодня вот похожу вам поснимаю нашу красоту деревенскую с городом конечно не сравниться конья классно все-таки чё в деревне чё говорит идешь запахи ароматы такие летом вообще бомба блин зимой да немного уныло весной прикольно все расцветает прям оживает прикольненько осенью прям лето не хочет уходить вот я иду прям запах такой обалденный единственное что да уныло и печально здесь только зимой когда дождики а все остальное время это выжить не хоть класс учим и вот опять все вот в очередной раз вот приехали в город я вот посмотрел новые жика ну красиво ну ну блин ну ребята но это человеке но не хочу я в них жить не хочу я вот пожил здесь я больше не хочу в человеке потом приехали в немецкую деревню такая ностальгия сразу думаю ну вот она территория мечты наверное вот здесь надо тормознуться может все-таки купить в немецкой деревне дом или землю и построиться а вот потом опять вот начинаю вот складывать два плюс два ну да территория классная пока ты находишься на территории у тебя все ништяк как только ты выходишь за нее все пропало опять пробки никакой близости вот этой вот нету я имею ввиду вот например отвезти алису на конный спорт или на ледовый дворец плюс недвижка если там собираешься покупать она не обоснованно дорогая но это касается что участка земельного что вы просто дома там если пусть покупать то там не обоснованно дорогая не вижу вопрос за что за то что ты живешь за забором просто и все не там нету вот того что и здесь таких ароматов таких запахов нету леса нету гор там поле поэтому нету короче все складывается именно к тому что мы живем в самом прекрасном месте вообще классный не очень дать игру я бы еще бы рассмотрел горячий ключ бы еще бы рассмотрел там тоже круто ну это я так думаю это лично моем не поэтому особо не привязывайтесь писать про то что у нас конченые дороги плохая земля что еще там там на перечислять я почитаю улыбнусь и дальше пойду потому что меня все устраивает бывает да когда вот снег нападает и сугробы и не чистят я начинаю бухтеть но это же обоснованно чистить то надо когда дожди идут вы уже тоже да начинаю бухтеть тоже обоснованно как-то ж надо же дороги то подсыпать делать какие-то пешеходные зоны кротуары просто ничего не делается у нас вот тем не менее ребята тем не менее у вас почти 30 тысяч населения станицы это же о чем-то говорит думаю о том что у нас хорошая станица районный центр станицы из которой мне не хочется уезжать доброе утро белка как дела пошли мы тебя покормим только у меня корм будешь если кушать будешь если нет то нет по себе чем укрыть где охладиться успел для охладиться успел пойдемте девчонки девчонки у меня еще спят я уже сел позавтракать вот такая вот у меня яичница один желудок растекся правда ну да ладно ничего страшного хлебушек зелень редиска у нас очень крупная редиска вот видите половинка вот такая вот огромная но при этом она внутри не рыхлая то есть вот это такой сорт обалденно вкусно всем кто кушать вместе со мной приятного аппетита ребята мы собрались наконец-таки наконец-таки мы собрались вера ника пока до свидания до свидания не прощаемся еще увидимся а это кто блин я аж испугался это ужас какой-то я думал поцарапали к машине к черной не приближаться вообще я здесь забор блин поставлен нафиг букву х написала юля говорит покажи все знают как юля двери открыла в пенек это ты мне мстишь машину мне калечишь я говорю вообще рядом с черной машины чтобы не ходили а еще татьяна викторовна синди запустите попозже ладно вон она сзади вас ходит а где лисичка вон главное чтобы лиса ее не съела ладно она питается кошками лиса синдюшка так она все утро ходит орет что в туалет хочет сходить и сходить не может и смотри как она за розы спряталась такая при этом смотри как она внимание любит пока никого не было не все вышли все он исходил до не скребется видимо тяжкой татьяна викторовна вы куда ну давайте сливенько пока 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 вероник поехали мы краснодар папа не вышел надо папе такой звонить мы уже на юбилейном ребята приехали за мамой сейчас она выйдет и погоним елка хилс суку поглядим поглядим как там очень интересно я вон к ним в инстаграм зашел через выпу работает же через выпу работает вот посмотрел там у них бассейн есть так что алиса сегодня покупается скорее всего даже да на море сходим я на море в этом году первый раз почему не в геленджике был на воду даже не трогал вот он мама идет уже идет идет здравствуйте а девчонки к вам пошли куда столько набрала то куда набрала на неделю от у вас то сумка то не меньше мы ж не можем так у юли еще там одна одними трусами зарядники мы же блогеры так это я с собой возьму дорогу красавица да да а у меня ключи там михалыча я ставил ну позвонят я вон видите как оделся конечно вперед тебе супер оно такое летнее воздушное как облачко тоненько но это же хлопок еще одела да погнала вообще классно еще всем огромный привет ребят мы заехали за мамой вот зашли где сереже алиса в туалет захотела вот вот хотим тут будет сереже хозяйничьим лёва уже психует алисанька все пошли на выход нас ждут здесь доска что не будешь учителем математики да они только на три дали алис ну все мы поехали счастлива лёва лёвочка или сюда на минутку многие спрашивают почему ты не снимаешь я сказал потому что тоже перерос это правильно у меня свои проекты заняты сейчас я собираюсь проект снимать колос со своим вузом вот называться будет проблемы современного поколения будет 5 пилотных выпусков на дизайне будут выпускаться на отдельном канале проблемы современного поколения вот я считаю сниму сначала пилотную серию потом еще 4 сверху буду выкладывать я уже пишу синопсис все я очень серьезно работа занималась лично выложу молодец лёвочка знаешь ты как бы ростом не похож даже на мальчика девяти лет ты похож на мальчика одного года ой какие оскорбления ой алиса побольше чем у тебя-то не переживай эй ты пойдешь да да мы захотели с алисы сосиски и баба алена хочет сосиску вот поэтому заехали на лукойл и лёша говорит какой-то какой-то другой лукойл он вообще себе запрограммировал через 15 километров гаспром нефть а тут какой-то лукойловый светился в общем пойдем сейчас смотреть если здесь сосиски по-французски как они называются фрэнч сосиски ой смотрите все на море едут девочки так красивая диета как алиса нас все удобненько мама мне нужно две тысячи восемьсот девяносто рублей на косплей на косплей а чё это будет что за косплей косплей гарри поттер я у тебя попрашиваю деньги вот твой спонсор вот твой спонсор бабуля спонсор спонсор так так не надо деньги не надо доставать другой вопрос она хочет спросить по вайлберрики забыла карточки забыла мама у нас есть деньги не переживать что-то за сердце схватилась все нормально какая разница надо вообще-то с тобой мама главное что дома они на улице потеряла не все карты вообще мама одну карту самую главную оставила спонсор подарил алисе тысячи рублей еще нужны спонсоры дать заходи давай так ребят мы уже на лукойле вот хотим фрэнчики взять взяли же биттон а а а а лес на а на и и и а а а и Девочки, мы сначала поехали на Крымск. Я у Лёши оператор сегодня. А еще не только оператор, но и маршрутизатор. Маршрутизатор, например. И еще у нас это... Мы вообще любим ездить очень быстро с Лёшей. Вот у нас есть люди, которые начинают на заднем сидении... Орать. Орать, верещать, пугать нас. А мы едем целенаправленно. Я хочу показать храм. Лёши на Лёши. У нас есть реконструкция. Идет реконструкция. Купола, девочки, прямо за несколько километров. Понятно. Вот такие храмы вообще повсеместно. Здесь в каждой станице обязательно. Сейчас через Варениковскую будем ехать. Там Блужа, храм через Костогаевскую. Вот кушать. Везде очень маленько. Еще осталось. Картон. В спину. Женеят. В васильки все ходят, девочки. Вся Россия в васильке. Видели? Женщина шла. Платье домашнее. Василек. Любимый. Все, дороги, посмотрите, какие. Мед. Мед. В спину. Вот все, новая дорога пошла. Видишь, в том году и делали. Магниты, валберисы, открываются МТСы. Все есть. Новые дороги. Все есть, да. Очень хорошо. Ты, короче, приедешь и... С развязочками. Прямо знаете, одно удовольствие ездить. Мы-то уже за свою жизнь поездили. Каких только дорог не видели, да, Леша? Нет. Тут-то, конечно. Ну, нет, классно. Здесь на юге классно. Аус-фортно. Вообще везде дороги стали. Дорогами делают. Все хорошо. Девочки, Великой Отечественной войны здесь везде, вот на холмах, вот этих горах, везде, в горах шли бои ожесточенные. Кесперова, Камбланская, Энджики, 45. Мы одни едем на море. Никого нет. Смотрите, никого. Мама, 200, мама, 200, 200, мама, 200, мама, 200, мама, 200, мама, я 200 выживу. Представьте, с какой скоростью мы иногда ездим с Лешей. Вот так вот, девочки. Немножко. Немножко меня во влоге моего зетя-бати Леши. Спасибо. Подписываемся, девочки, ставим лайк, не забываем, смотрим, пишем комментарии, ценим работу блогера. Все для вас, любимые. Ребятушки, приехали. Ёлка Хиллз. Нас сейчас будут встречать, ворота открывать. Будем заезжать. Ребята, смотрите, как мы высоко забрались. А вот там море. Класс. Такие вот здесь корпуса. Красота. Ну я территорию, если не интересно, могу походить, показать. Но в принципе, основной обзор Елены Павловны будет. Такие вот здесь террасы. Это, наверное, у каждого корпуса такие. Так, Юля уже выполняет гимнастические упражнения. Слушай, здесь круто, покрытие хорошее. А у нас первый этаж или второй, или оба этажа. И вообще, как сюда заходить? Так, в общем, прихожая. А там, похоже, туалет. Да, там шумит вода. Обувь, я не знаю, надо снимать, не надо снимать. Вот, комната. Кровать двухспальная. Кровать односпальная. То есть, здесь три человека. Диван расправляется. Здесь еще два человека. Это, я так понимаю, номер сразу на пять человек. Прекрасно. Прекрасно. Холодоз есть. Телек есть. Что еще надо? Приезжайте, отдыхайте. На второй этаж, конечно же, вход с другой стороны, похоже. Он к нам не относится. Красота. Слушай, номер-то хороший, пятиместный. Видела? Да. И гостиная отдельно, спальня отдельно. Здорово. А второй этаж, это уже другой этаж, да? Да, там на солнце выходит. Мне не нравится. Нет, это другие живут, да? Другие уже. Да, у каждого отдельный вход. Вот, у всех отдельный вход. Все. Отдельно. Отличненько. Что? Обзор туалета. Ништяк. Туалетный обзор. Кушать пошли. Большая душевая. Туалет. Раковина. Все ништяк. Бойлер. Самое главное. Горячая вода у вас будет всегда. Нас пригласили пообедать. Сейчас пойдем покушаем. Здесь сразу же на территории кафе. Кафе. Идем на обед. А я, говорит, не голодную. А кушать придется. Придется. Мы уже в кафе. Сейчас будем кушать. Нам супчик принесли. Куриный. Смотрите. Я такое люблю. Он ароматный такой. Ну как? Обалдеть. Ну как без этого. Перчика наперчил я. А что там Юля сделала? Да признала. Ага. Поросенок. Всем приятного аппетита. Спасибо. Фу, мы поели так вкусно. Кормят. Еще на второе была картошка. Короче, из курицы жареная. Просто бомбовская. Просто вообще. Знаете, так вот все простенько. Вы по-домашнему. Ну так вкусно. Вообще обалдеть. Тут выходит еще бассейн. Терраска с бассейном. Но бассейн пока еще не наполнили. Вот. Ну вот. На этой неделе, сказали, уже будут наполнять. Вот такой вот бассейн. Хороший такой, глубокий. Водичка прогреется. Можно будет купаться. Место, конечно, шикарное. Я вот любуюсь. Вид супер. Надо будет спуститься туда вниз. Пощупать воду обязательно. Ёлки-хиллс. Здесь разные категории номеров. Но это вам завтра покажем. Сегодня местные достопримечательности хотим посетить. Типа рисовое озеро, на котором я ни разу в жизни не был. Что еще? Африканскую деревню. Что еще? Ну, на морюшко, я не знаю. Сегодня или завтра сходим. В общем, оставайтесь. Это еще не конец влога. Еще что-нибудь покажу вам. Сейчас пока пойду в номер. Зайду. Подожду пока, девчонки. И на пять минут прилягу. А то я так поел хорошо. Просто я за рулем, за рулем, за рулем, за рулем. Сегодня Оля меня еще поводила, поводила. Я ехал что-то так долго. Обычно за два часа налетаю. А сегодня прям три часа уверенно ехал. Поэтому надо на три минуты прилечь. Девочки пришли, гонят меня на Кипарисовое озеро. Смотрите, что я увидел здесь на территории. Там детская площадка. Красивая аллея, да? Я увидел инжир. Я ни разу в жизни не видел, как растет инжир. Я не знал, как он растет. Смотрите. Вадик нам вот похреначил. Потому что посмотри, сколько здесь у нас бы разбомбило газовую трубу. Ничего бы не разбомбило, Юль. Я бы все подрезал. Все было бы классно. Посмотрите, сколько его много. Он такой вкусный. С него и варенье можно. И так просто кушать. И в Виолите, а у нас дегидратор есть. Красота вообще. Ну все, забиваем Кипарисовое озеро и едем. Ребяточки, мы приехали на Кипарисовое озеро. Здесь рядом стоянка. 200 рублей. Время не ограничено. Ставим машину. Дальше идем пешком. Видите? Здесь еще и деревня африканская. И замок. Львиный замок. В общем, все здесь. Все самое интересное здесь. Идем в африканскую деревню. А здесь рядом лошадки пасутся. Смотрите. Вот, конные прогулки здесь есть. Парк приключений Храброе сердце. А, ну вот, проход к озеру написано. 30 метров. 30 метров всего тут летит, я говорю, пешочком. Пешочком. Красота. Пешли в парк Храброе сердце. Не успели зайти в парк. Как Алиска пошла уже лазить, скалолазить. Это у нее второй маршрут. Так. Но она миллион лет уже так не лазила. Вот правда. Давно она на таких лазилках не лазила. Она, знаешь, когда последний раз? В Челябинске, наверное. Не-не, в этом. В Дубае еще было. И в Краснодаре в торговый комплекс. Мы лазили. Не помню я. Не помню уже. Давно уже нигде не были на таких лазилках. Алиса, нижнюю нажимай. А она сейчас разберется. С этими карабинами. Молодец. Сейчас второй уровень пройдет и пройдет на третий. Мы Юлю оставили с Алисой там, в детском парке, а сами пошли к озеру. Смотрите, здесь водятся рептилии, колозы, ужи, желтопузики, ящерицы, черепахи. Кого только здесь нет, надо быть очень-очень осторожными. Чтобы никто не поплысал. Итак, мы нашли дорогу до озера. Идем, идем, ребят. Дошли до озера. Вот тут так хорошо, смотрите. Пляж. Люди купаются. Кипарисы за углом. До них добыт, наверное. Там так растения пилоскуют. Ну, это там, наверное, подальше, наверное. Слушай, как классно так песочек. Люди купаются. Водичка тепленькая, значит. Озеро, ребята, озеро. Озеро Супко. Кипарисовое озеро. А где кипарисы-то? А вон они в самом конце озера. Вон, видите, за углом. Тут бетонка, я не знаю, она до конца идет, нет? Ну, вон они в кипарисы. Красота. Люди берут катамараны, лодки. И плывут посмотреть. Деньги сейчас заберу. Девчонки пришли, присоединились к нам. Алиса, что ты не стала там дальше лазить, что ли? А? Вежитарий. Ты лазить там не стала, что ли, я тебя спрашиваю? Э? Где? Ну, там, на своих канатах-то. Дальше не полезла. Боишься, да? Да. Страшно? Да. Я так и поняла, что у тебя поджилки затрястлись. Ножки затрястлись. Поэтому вернулась. Ну, что, красиво? Нравится вам здесь? Смотри, какое дерево красивое. Да, 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 да. Как будто водоросли. Девчонки хотят взять лодку или катамаран и подъехать к кипарису на лодке. А мне что-то совсем не хочется. Я вот любую веществую на расстоянии. У меня все полностью устраивает. Смотрите на расстоянии любую с кипарисами. Эта покупка была проспонсирована на чудо природы. Чудо. Экопарка Долина Суко. Болотные кипарисы. Болотные кипарисы. Особо охраняемая территория Краснодарского края. Особо охраняемая территория Краснодарского края. Обернется для вас крупным штрафом. Залезать на ветки кипарисов категорически не запрещено. залезать на ветки категорически запрещено может быть вам обернется это огромным штрафом вот они кипарисики классно одной достопримечательностью краснодарского края для меня стало меньше почему потому что я здесь все увидел полюбовался красиво очень я был выбрал герсон я бы сука на кипарисовом озере куда дальше ребята еще столько столько много красивых мест в краснодарском крае пишите в комментариях подсказывайте мне куда ехать дальше все ребята мы прогулялись короче программу максимум свой на сегодня выполнили дошли до озера посмотрели на кипарисики алиса немножко полазила по лабиринту поэтому от аварии вот до африканской деревне мы не дошли потому что юля хотела чуть попозже уже что-то силы нас покинули сегодня надо слышите надо приезжать сюда на подольше первый день он в дороге он всегда такой самый трудный самый тяжелый да и последний тоже когда уезжаешь а мы всего приехали на одно но тем более мы такие легкие на подъем для нас это тоже для людей люди вообще приедут не нам надо было сюда ехать я на 3 хотя бы чтобы полазить везде тут же столько всего интересного еще замок есть старый замок очень много всего тут интересного ну ничего мы еще вернемся просто все просили показать сухо что такое сухо где-то находится сухо дойдет это вообще небольшой городок около анапы в заповедной зоне между гор в ложбине прямо красота красота здесь неимоверно воздух 31 град и не жарит в краснодаре мы бы уже сгорели а здесь очень много зелени горы и прохлада ветерок прохладный такой нету такого истепеляющего жара жара переносится 31 град спокойно вот даже ветер платье с длинным рукавом не очень хорошо дышится сейчас мы гоним обратно в елки-хиллз и попробуем наши апартаменты пойдем сходим да пойдем потрогаем водичку может быть может может одеть с собой на один я пойду ребятушки мы вернулись мы вернулись в елки-хиллз переоделись и решили попытать свое счастье сходить на море морюшко может быть даже искупнуться как бы мы выпускаем из головы возможность искупаться но если морюшко будет холодную конечно воду мы не полезем вот как вы видели на озере суков сегодня все купались на там-то она мелкая поэтому наверное все купались а вот что будет на море сейчас елки-хиллз ребятушки мы перешли через дорогу сейчас пойдем вниз выйдем на море-морюшко вот прям не сына мой короче мы прошли через территорию отеля шангари не отель это такая типа тоже база отдыха наверно гостиница апарт не знаю как это назвать в общем шангари здесь пусто никого нету и такое ощущение что он просто разорился смотрите просто просто ужасно очень печально все здесь вот пройдя всю территорию этого места я не знаю как назвать отель или не завершено что это база отдыха здесь есть спуск к морю такие вот ступеньки и там внизу пляж пойдем сейчас потрогаем водичку ну территория здесь конечно классная огромная очень жалко конечно такое место тут видите танцплощадка и здесь кафе и виды какие здесь шикарные виды это вообще просто пушка сейчас закат будет просто класс а вон девчонки идут спускаются потихоньку так так ступеньки преодолеваем алиса хочешь залезть сюда да да а ты в воду прям хочешь залезть сюда да ты сними обувь сними не надо в ней да вот просто сними и зайди со мной рядом кстати потому что в алифон моя юненькая пляж здесь галичный ребята вещаники сразу же за пляжом с них мы спускались а что там такое горит опять это вот эти заповедники горят каждый год горят с черепахами вот тут вот эту плиту я говорю наверное не успели доделать хозяева отеля вот который сейчас заброшен мама говорит печет какие волны это все разбивает каждый год все это ремонтируют это в этом году только не сделали потому что видимо что все отель этот разорился вот так вот ребята это вот представьте мы пришли вечером сколько народу а днем то тут вообще наверно не продохнуть а казалось бы место такое оно ну не раз не распиаренная ты о чем там пляж а как там живой она анапский анаполис анаполис приезжали жк анаполис там несколько домов красивые такие ну здесь здорово здесь здорово да ну вот приезжать отдыхать здорово наслаждаться видами здорово я просто балдею я вкушаю запах моря вот искупаться я не рискнул потому что вода холодная но мы просто сидим на берегу наслаждаемся закатом наслаждаемся закатом морским воздухом и балдеем вот так вот вот в принципе все на все пары все мы уже вышли с территории Шингари, вот видите на здании вот на том, на белом, на большом там было написано отель Шингари а вот здесь вывеска это пансионат Шингари Российская Федерация курорт Анапа ну в любом случае Шингари огромная территория красивые корпуса но все заброшено это был рейд по заброшке короче на сегодня в общем-то это и все завтра мы продолжим обзорчик обзорчик елки хиллз ну не елки хиллз елка хиллз мы здесь остановились на ночь что мы завтра еще куда тусанем куда тусанем все вам покажем в общем проводим выходные с пользой все вам покажем